Что и малое некое искушение иногда по попущению полагает при пону, при успеянии ревнителю, доставить тебя всем ехениис, малейшая рыбица, одним прикосновением своим останавливающая тьмами вещей нагруженный корабль, и не дающая ему подвигаться вперед. Вот, припомни при том и того, кто говорит о себе, я, Павел, однажды и дважды хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. Однако ж не приходи от этого в смятение, но более подвязайся против этого с терпением, и получишь благодать. Когда богатый добродетелями по разлинению уклонится от достодолжного, тогда восстают на него сыны злых, востоков от Амалика наипачи же Мадьям, блудолюбивая сила, с верблюдами их, то есть страстными воспоминаниями, которым нет числа. И расплевают все плоды земли, то есть плоды добрейшего действования и обычая, вследствие чего обнищевает, наконец, Израиль, впадает в малодушие и понуждается воззвать к Господу. Тогда посылается ему свыше благий помысл, подражатель Гедеону в великой вере и смиренно мудрее. Ибо он говорил, тысячи моя, хуже в монастеи, судей 6.15. И он ополчается против такого множества нападающих с тремя стами человек немощных, и при споборстве благодати преславно воздвигает трофеи победы над врагами. Невозможешь ты на Аспида Василиска наступить и попирать льва и дракона, если долгим молением, умолив Бога, не получишь с поборники себе ангелов, чтобы они, подъяв тебя на своих руках, соделали тебя высшим всякого веществолюбивого мудрования. Когда кто из крепко подвязающихся будет побежден, да не падает он духом, и да не расслабляется нравом, но под действием слова Исаии выпрямясь, да благодушествует, такую воспевая песнь. Могучие покоряйтесь, о лукавые бесы! Если же еще возможите, снова побеждены будете. И если совет совещаете, разорит Господь, ибо с нами Бог, Исаия 8.9. Бог, восставляющий низверженных и заставляющий врагов наших, раздирается скорби и досадою, коль скоро покаемся. Тридцать. Невозможно миновать печали тому, кто обучается искушениями, но после этого великой сподобляются радости таковые и слез сладких, и помышлений божественных, за то, что болезнования и сокрушения возделали в сердцах своих. Если не хотящий Исаак, не текущий Исаав, к желанному благословению не получили чаемого, так как Бог милует, благословляет и духом помазует не того, кого мы восхотели, но того, кого Он сам прежде создания предопределил на служение себе, то отнюдь не будем смущаться или завидовать, когда увидим каких-либо братьев, жалких и последнейших, преуспевающими в добродетели. Слышал ты, конечно, и то, что говорит Господь в притче. Дашь ему место. Бука 14,9. Какую меру Господь дал каждому человеку стою и досоображаемся? Если духом живем, духом да и ходим, как написано. Галатам 5,28. Никак не соглашайся, когда находящийся у тебя на послушании скажет тебе, дай мне власть некоторое время для добродетели, попытать то или другое дело и совершать его так и так. Ибо говорящий так явно свою волю исполнять хочет. А заветы добрейшего послушания отметает. Страсти плотские и душевные, как увидишь, временем и Божьим мановением истребятся, хотя бы их и много было. Милость же Христова никогда не пресечется. Ибо милость Господня от века сего и до века грядущего на боящихся его. Сокровищницы царские наполнятся золотом, а у мы истинных монахов исполнится ведение. Бывает иной раз, что учитель предается бесчестью и подвергается искушениям за получивших от него духовную пользу. Ибо говорит, мы бесчестны, бесчестны мы, будучи пакостником плоти, и немощны, а вы же славны и крепки во Христе. Источники опора растления через плоть, страстный помысл. Но отрезвившийся после падения изгоняет его из души покаянием, ибо, говорится, лучше было бы, если бы вы поплакали, да и исхитится из среды вас, настроивший вас сделать это злое дело, злой и непотребный помысл. Так плач противостоит духу растления. Кто возвестит угнетенному бесславием и бессилием к добродетелям, что он узрит Иисуса не только в будущем, но еще здесь, сила и слава и многое грядущего к нему через бесстрастие. Так что, подобно Саре, душа его, состарившаяся в бесплодии и по обетованию родившая наконец сына правды, скажет, смех мне сотворил Бог, то есть великую даровал радость, столь много лет в печали, прибывшей по причине многострастия. Или по другому переводу, младость сотворил мне Бог, и обновилась, как у орла, юность моя. Ибо, состарившись прежде во грехах и страстях бесчестных, ныне снова родилась я и стала юной и нежной, прежде бывшая, огрубелая от вещества, и легко уже ныне смотрю на мирские вещи, восприяв свойственные мне по естеству простоту и безразличность, после того, как по много благоутробии Божией здравым садился ум мой, и плоть моя стала, как у неймана-сирианина, подобной плоти младенцев через омытие мое в Иордане ведение. Теперь я единонравна, по благодати Божией, избавившись от мудрования змиева и от полщища злых помыслов, многоискусных возлей, многовещественных, погруженных в чувственность. Предположи, что сам Господь говорит тебе, «В одно время я отнял у тебя такой-то и такой-то дар, в которых ты удовлетворялся умом и упокоивался, и дал тебе вместо их другое равносильное им дарование, такое и такое. Ты же, думая об отнятом и не обращая внимания на данное, вместо того станешь, стинаешь, болезнешь и печали уязвляешься. Но радуешь меня, приемля скорбь от меня, ибо я скорбь причиняю на пользу, спасти боли, а не погубить заботись почитаемого сыном мне. Наложи на себя заповедь не есть рыбы и смотри, как враг после того начнет неустанно гнать тебя к похотению рыбы, и как равно и ты сам неистово начнешь устремляться ко вкушению того, чего и желать тебе не следует, да испытаешь примерно случившееся с Адамом, ибо и он, услышав, вот от этого древа не ешь, на это одно запрещенное и устремился со всем похотением. 40. Иного Бог спасает разумностью, а иного простотой и незлобием. Ибо ведать тебе надлежит ведать, что Бог не отринет незлобиого, которые сильнее налегают на молитву, те подвергаются более страшным и свирепым искушениям. 41. Если облещись в бесстрастие предизбран ты, не предавайся беспечности, но сколько сил есть, старайся достигнуть ее. 42. Ибо воздыхаем в жилище наше небесное облечься желающе. Да, Позже она будет мертвенной жизнью, не только телесно, вместе с окончанием мира, но и еще здесь, духовно, как залог. Ибо пожрана смерть победою поглощена, и пожранные будут волнами с небес посланы нам силы все египтяне, которые, гонясь в свет нас, оскорбляют нас. 44. Если забыл ты сказавшего, боюсь, да как бы иным проповедуя самому не оказаться недостойным, и думающий, что стоит, берегись, чтобы не пасть. 45. И еще, блюди себе слово к духовному, чтобы тебе не быть искушенным. Если забыл ты об уклонении с правого пути и беззакониях Соломона после столькой благодати, если предал ты забвение и неожиданное отречение великого Петра, то понадейся на свой разум, повеличайся образом жизни своей, похвались длительностью твоего подвижничества великого и дай место гордыне. Но, о, брат, отнюдь не разленивайся, развалившись навзничь, и не предавайся беспечности, но более бойся, пока есть дыхание в ноздрях твоих, хотя ты достиг числа лет моисеевых, и молись, говоря, Господи, не отвергни меня во время старости моей, и когда будет оскудевать и крепость моя, не оставь меня, Боже, спаситель мой, а тебе пение мое всегда. Солом 79. Говорит тебе Господь, как Матфею, гряди за мною, если теперь ты усердно теча вслед своего многовозделенного владыки по пути жизни, приткнешься о камень страсти ногой своей и внезапно падешь в грех или, встречая тенистые места, почасту и не хотя будешь поскользаться и упадать, то сколько раз случится тебе пасть и боль мучительной причинить телу своему, столько же вставши опять с прежней ревности теки след Господа своего, пока не достигнешь его. Так во святом помышлении явился тебе, видя спасающий меня силу твою и славу твою и о имени твоем, подниму руки мои и возьмню себя от тука и масти исполненным быть и возрадуется уста мои, поя песнь тебе. Псалом 62.3. Великое для меня достоинство в том, что я получил имя христианина, как говорит мне Господь устами Исаии, великое есть тебе, называться тебе рабом моим. 49.6. Где говорится, что Отец даст благо просящим у него, а где что даст Духа Святого просящим у него, каковыми речениями внушается, что не только оставление грехов, но и подаяние небесных даров сподобляются молитвенники Божии, укрепляемые бывают во своем искании той мыслью, что не праведником, а грешником обетовал Господь такие блага. 50.7. Итак, проси неоступно и с несомненным расположением, хотя несовершен ты в добродетельной жизни, немощен и ничего не достоин, и получишь великое. 51.7. Да помыслит невер или маловер, как муравей окрыляется еще, как червь некий делается пернатым, и много других дивных явлений совершается среди тварей, чтобы хоть таким образом, отложив недуг неверия и нечаяния, окрылить, наконец, и прорастить, как древо преславное ведение. 52.8. А я, говорит Господь, древо сухое, прорицающее и кости иссохшее, оживотворяющее. Иезекииль 17.24. Отнюдь, да невосхощим ради потребностей телесных истаивать в заботах, но всею душою будем веровать Богу, как некий некогда говорил, благий муж, верьтесь Господу, и Он верится вам. И, как пишет блаженный Петр апостол, вы целомудритесь и трезвитесь в молитвах. Всю печаль вашу возвергните на Бога, ибо Он печется о вас. Если еще сомневаешься и не веришь, что Он печется о тебе, чтоб пропитать тебя, посмотри на паука и рассудись. Сколько разуствует человек от паука? Паука, говорю, которого слабее и бессилий ничего нет. А он ни стяжания не имеет, ни повсюдных хождений не совершает, ни судится и не гневается, и кладовых не имеется, совершенной кротости и целомудрии, и крайнем безмолвии проводит жизнь свою. О том, что касается ближних, не любопытствует. Одно свое дело и своим делом тихо и безмятежно занимается. Чем и не говоря, говорит любителям бездействия, что не хотящий трудиться не должен и есть. Молчалив же он столько, что много превзошел самого Пифагора, которому больше всех философов ели на девятство за его подвиг в воздержании языка. Пифагор не со всеми говорил, но с приятелями своими говорил по временам тайком. Так же к быкам и орлам обращал иногда речь, делая нечто смеха достойное и бессмысленное. Вина совсем он не употреблял и пил одну воду. Такое Пифагорово воздержание языка Паук превзошел совершенным своим безгласием. В воздержании же его от винопития тем, что чуждается и водопитие. В таком безмолвном состоянии пребывает слабый и смиренный Паук, не любя выходить наружу и блуждать там и сям, не безмерно предаваться труду и утомлению и в вышних живущих, и на смиренных придирающих. А ничего нет в смирении Паука. Простирая даже до него свое промышление, посылает ему каждодневно питанница некая, поблизости скинется его, давая попадаться в сети его для потреба его малым насекомым. Может быть, кто из порабощенных горта на бессе скажет, я много ем, и как много потому трачусь, то мне нельзя не впитаться во многие житейские хлопоты и сделки. Но и этот пусть посмотрит на китов великих посомах в Атлантическом океане, как изобильно питаемо они бывают от Бога, и никогда голода не испытывает, хотя каждый из этих зверей столько поедает рыб, сколько даже самый многолюдный город в день потребить не может. «Все в тебе чают, дать пищу им во благо время», поет святой пророк. «Почему много ли кто съедает или мало, того и другого питает Бог?» «Слыша это и ты, широкое и пространное чрево имеющий, всего себя возложи на Бога и веру, отряжши всякую мирскую заботу и ум, много попечительный, и не будь неверен, но верен». «Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшую возлюбленной быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего не влекущим с собой и в себе, ни искусства, ни знания, ни софистического мудрования, хотя бы мы изучили всю премудрость мирскую, ибо Бог отвращается от того, кто приступает с самомнительным умом, упитан тщеславием и надмен. Добре некоторые из толкователей назвали суетное самомнение упитанием себя собою и дмением. 50. «Как можем мы преодолеть укоренившийся прежде грех? Нужно самопринуждение или насилие делать желанием воли своей? Ибо, говорится, муж в трудах трудится собою и изнуждает насильно, прогоняет погибель свою». Притча 16.26. «Всегда любопряся возводить помыслы свои, горе к святыне. Насилие насилием разрушать, не воспрещено законами, то есть насилие греха насилием добрых стремлений. Когда вносим самопринуждение к какому-либо доброму старанию, то есть сами себя насильно заставляем в дело произвести доброе стремление, тогда ожидаем прочие, имеющие прийти к нам с высоты силу, сидя в Иерусалиме, то есть в непрестанной пребываем молитве и в прочих добродетелях. «Пока придет нам сия сила державная, действующая, не как наши немощные усилия, но такая, которую нельзя выразить телесными устами, мощно побеждающая и одолевающая, и греховные нравы, злобу бесов побеждающие, и наклонность наших душ к худому побеждающие и все потребные движения телесные. Быть, — говорит, — шум с неба, как бы носиму дыханию бурну, чтобы нудительно изгнать из нас зло, всегда нудительно нас влекущее к худому. Присидит враг в ловите, как лев во ограде своей, Солом 9.30, скрывая для нас сети и мрежи помыслов нечистых и нечистилых. Но и мы, если не спим, можем еще больше и опаснейше для него поставить сети, тенета и засады. Ибо молитва и Псалом, бдение и смиренно мудрее, послушание ближним и милость, благодарение и божественных словес слушания. Вот засада врагу, и сеть, и яма, и бичи, и тенета, и удавление. Испомненный лет многих божественный Давид, благодаря Богу, избравшего его, говорит к концу своего исповедания благословений Божиих. «Ныне обрел раб твое сердце свое, помолиться тебе молитвою этой». Это сказано, чтобы дать нам уразуметь, что требуется великий подвиг и много потребно времени провести в молитвах, чтобы достигнуть начатков безмятежного устроения сердца, этого другого, некоего небосердечного, где обитает Христос, как говорит апостол. Или не знаете себя, что Иисус Христос есть в вас? Если Христос, наша премудрость от Бога, правда же и освящение, и избавление, то явно, что и упокоение. Ибо говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Добрый потому говорит, говорить можно, что он садялся для человека с субботою, то есть упокоением. Ибо род человеческий только в едином Христе покой обрезть может. Как есть чаша падения и чаша гнева, так есть и чаша немощи, который прияв от нас Господь, в подобающее время дает в руки врагов наших, чтобы прочее не мы, а бесы немоществовали и падали. Как во внешних делах есть менялы, ткачи, птицеловы, воины, строители, так разумея о внутренних делах, что есть и в помыслах азартные игроки, отравители, морские разбойники, звероловы, блудники, убийцы и подобное, каковых надлежит тотчас изгонять вон благочестивым противоречием и молитвой, особенно блудных сквернителей, чтобы не сквернили святого места и не делали мерзким человека Божия. Не только словом преклоняется Господь на дарование спасения, как было с разбойником, вопиявшим к нему со креста, но и помыслом, как кровоточивая сказала в себе, то есть помыслила с верою, если только прикоснусь, как раю одеждь его, спасена буду. И раб Аврамов в уме своем говорил к Богу о Ревекке. Содеянный грех почти тотчас сам гонит кающегося к Богу, как только он примет чувство зловония, тяготу и неистовства греха. Кто же не хочет преклониться на покаяние, того не гонит он к Богу, а удерживает при себе и вяжет его неразрешимыми узами, делая сильнейшими и лютейшими пагубные пожелания. Блюди себя, чар и завелиенных, иской их лютейшие судь помыслы кечения и суетной славы. Избавиться же от них можешь ты благодатью Божией, если будешь уничижать и охуждать душу свою, и повергать себя перед Господом, призывая Его помочь тебе, исповедуя, что искомое тобою избавление есть небесное дарование. Почему и говорится, не может человек принимать ничего, если не будет дано ему свыше. Бывает иногда, что во время учреждения братья прорывается тщеславный помысл сказать что-либо не во время. Ангельские же помыслы внушают тебе прогнать этот болтливый безвременный помысл. И так, если ты не прогонишь его добрым молчанием, а позволишь ему пройти наружу, напыщен бы их течением, то должен будешь понести худые от того последствия, правильно предан будучи или большему еще греху, или внешним каким прискорбностям, или тяжелым неприятностям со стороны братья, или мучению в будущем веке. Ибо и о праздном и тщеславном слове, произнесенном по необученности языка, отдадим мы отчет, почему тщательно должно блести язык свой. Шестьдесят. Который искушается чувственными утехами, гневом, славолюбием и другими страстями. Отех говорится, что они днем, жигом убывают солнцем а ночью луной. Итак, молись, да синить тебя божественное росоиспускательное облако, чтобы избежать вражеского жжения. Псалом 126. Отсюда. Отнюдь не давай смелого к себе доступа любителям пьянства и рабам бесчинных трапез. Не тем, которые охочи говорить бесстыдные речи, хотя бы они были убелены сединами, и хотя бы долгое время вели монашескую жизнь, чтобы их гнилость не покрыла и тебя, и ты не причем был к нечистым и необрезанным сердцем. Прежде Петру вручаются ключи, а потом попускается ему впасть в отречение от Христа Господа, чтобы падением таким целомудрить его о себе мудрование. Так и ты, если получив ключ и разумение, подпадешь разным искушениям, не дивись сему, но прославляя единого премудрого Господа, падениями обуздывающего самомнение, находящее вслед за божественнейшим ведением, ибо искушение суть узда по Божию промышлению, могущая обуздать человеческое надмение. Если Господь часто отнимает у нас благо, как, например, богатство у Иова, или «Ибо Господь его дал, Господь и взял», то, конечно, взято будет из рук наших и зло, которое навел на нас вечный, ибо, как говорит премудрый, «Благое и злое от Господа суть» Серахов 11,14. «И наводящий на нас злое, Он же дарует нам и вечную радость со славой и вечную. Как я б дел, говорит Господь, чтобы разорить вас и зло сотворить вам, так и вас созижу, и уже не разорю, насожду, и уже не исторгну». Да умолкнет же народное присловие, гласящее, «Коль скоро стало не добре, не будет уже добре, ибо изменившие дела наши на худшие, конечно, может опять неожиданно переложить их в светлейшее состояние, сильнее и победа любнее нападающей на бесов воздержанием или молитвою или другой какой-то добродетелью, и сам от них получит глубочайшие раны до того, что даже безнадежие придет, подозревая, не лежит ли на душе его осуждением мысленной смерти, и вынужден бывая взывать кто избавит меня от всего тела смерти, потому что враг против воли заставляет меня повиноваться законам своим». 65. «Не просто написано прежде, как некоторые говорили друг к другу, «Встаньте, пойдемте к народу, живущему с упованием и в покое и пребывающему». Судия 18.9. «Еще придите, взойдем во Иудеи, и собеседовавши с ними языком лукавым, отвратим их к нам от истины, Исайя 7.5. Так обыкновенные злые бесы против тех, которые избрали безмолвное пребывание, во всю жизнь их точат мечи искушений, и на тех, которые более благоговейны и богобоязнены, с большим неистовством нападают, увлекая их на грех по поводу самых дел благочестия, бранями неизреченными, чтобы хоть таким образом отклонить их от веры во Христа, от молитвы и благоупования, препобедив их. Но мы, Господи, говоря с Давидом, не отступим от Тебя, доколе ущедришь нас, и удаляться от нас, поглощающие нас. Не отступим от Тебя, пока не повелишь отойти от нас, искушающим нас. И мы неоживотворимся терпением и твердым бесстрастием. Ибо искушение есть житие человеческое, и часто во время определенное от самого подвлекоположника попускается нам падать под ноги чужих. Но душе великой и доблестной свойственно не отчаиваться в прискорбных случайностях. Если столько силен бес, что может и когда не хочет человек преклонять его и перетягивать на свою волю по причине выступления его из истинного своего по естеству чина, то сколь более силен ангел, в определенное время прияв повеление от Бога, все расположение человека перевести на лучшее. Если север всехладный столько силен, что мягчайшее естество воды превращает в твердость каменную, то чего не может сделать теплейший юг, если воздух крайне охлажденный, все себе подчиняет и своим холодом исполняет, ибо кто постоит против лица мороза, то как теплоте не приложить всего по свойству своему, ибо и против лица теплоты кто постоит, будем же веровать, что и холодный, и черный уголь ума нашего, позже когда-нибудь или скорее, станет горячим и световидным от прикосновения божественного огня. Есть и в настоящем веке с верным свидетельством и признаками проявляющиеся в сокровенном нашем Иосифе состояние бесстрастия, в котором ум наш, исшедший из Египта, отстает от страстных влечений и скрытного срамнейшего рабства, и слышит язык, которого не знал, ни язык бесов нечистый, расслевающий здравое разумение, но святой язык ангелов, преобразующий хум, из телесного в бестелесный, язык просветительный для приемлющей его души. Слышал я некоторых братьев, тяжко болящих телом и не могущих держать пощение, обратившихся ко мне с вопросом, как можем мы без пощения избавиться от дьявола и страстей? Таковым надо бы отвечать, что ни одним воздержанием от яст, но и воплем к Богу из сердца можете вы истреблять и прогонять недобрые движения и тех, которые возбуждают их. Ибо, говорится, воззвали к Господу, когда скорбь пришла им и от нужд избавил их. Еще написано, чрево адово вопль мой услышал голос мой, и да и взыдет изысление жизнь моя, Иона 2-3. Почему, да коли предет, говорит, беззаконие, то есть стужение греха, воззову Богу Вышнему. Да подая мне величайшее благодеяние, истребит он самый прилог греха власти своею, и изгладит идолов страстного ума, и безидольным покажет наши полные идолов немощи. Итак, если ты не получил дара воздержания, то ведай, что Господь ради молитвы твоей и упования хочет услышать тебя, когда воззовешь к Нему. Узнав теперь такое Господне о тебе присуждение, не тужи о своем бессилии к подъятию подвига пощения, но более постарайся избавиться от врага молитвы и благодушным терпением. Если помыслы немощи и злострадания гонят вас из города поощения, бегите в другой, то есть в город молитвы и благодарения. Говорит фараон, моляся, да ты, мит Бог, от меня смерть сию, и был услышан. Так же и бесы, просившие Господа, да не повели ты им идти в бездну, получили просимое. Не тем ли более услышан будет человек христианин, молящийся об избавлении от мысленной смерти? 70. Время некое просвещаемой и упокоиваемой божественной благодатью, по умолению же ее впадающей впарение ума и влечения неподобные, и ропщущие за то, или бесполезному унынии предающиеся, а не ревнующие мужественно молитвы и опять восстановить к тебе спасительное то настроение. Подобен бедному, который получил милостыни из палаты царской, негодует, что не введен был внутрь, чтобы возлежать за царскую трапезию. Блаженны не видевшие, но веровавшие, как блаженны и те, которые, по умолению действуя благодати, не находя утешения в себе самих, а напротив встречая чередование скорбей и тьму глубокую, не падают в нечаяния, но верою укрепляясь, доблестно терпят в уверенности, что видят невидимого. Смирение благодатью Божией в свое время, после многих подвигов, борений и слез, свыше подаваемое ищущим его несравненно сильнее и выше смирения, бывающего у отпадавших от добродетели, сподобившиеся его суть воистину мужи совершенные. Когда дьявол оставил Господа, тогда приступили к нему ангелы и служили ему. Итак, как не написано, что во время искушения Господа присущи были ангелы, так, когда и мы бываем искушаемы в какое-либо время, отступают недалеко ангелы, потом по удалении искушающих приходят к нам и служат нам, подая божественное помышление, утверждение, просвещение, сокрушение, утешение, терпение, усложение, и все, что спасает, укрепляет и воссозидает душу, потрудившуюся в борьбе.